Музыка По данным организаторов, Россию представляют 47 компаний. Наш павильон это около 1000 квадратных метров, выставочных площадей и более 700 различных экспонатов, в том числе около 200 реальных образцов оружия и техники, от стрелкового вооружения до ракетных комплексов и танков. Именно российские танки, а конкретно модификация основного танка Т-90СМ, вызвала настоящий аншлаг на стенде корпорации «Уралвагонзавод». Эта боевая машина была выставлена в павильоне по просьбе организаторов салона. Причем образец можно было не только осмотреть со стороны, но и изучить изнутри, чем и пользовались многочисленные посетители стенда. Вот высшие чины алжирских бронетанковых войск знакомятся с особенностями боевой машины. Ее конструкция изменена специально для стран Ближнего Востока с учетом особенностей климата этого региона. Главное новшество – набор кондиционеров и другого оборудования, предназначенного для обеспечения комфортной работы экипажа. Кроме того, доработана силовая установка, которая теперь может функционировать при высоких температурах атмосферного воздуха без потери мощности. Проведена доработка комплекса вооружения. В частности, с учетом действий в жарком климате, этот образец оснащен датчиком изгиба ствола. Кроме того, в номенклатуру боеприпасов введен осколочно-фугасный снаряд с подрывом в воздухе. А вот самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», который также привезли сюда по просьбе эмиратской стороны, решили демонстрировать, что называется, по частям. Впервые за рубежом в виде реального образца показали командирскую машину из состава комплекса. «Хризантема-С», созданная на базе БМП-3, является единственным в мире противотанковым ракетным комплексом, способным обнаруживать и уничтожать цели без оптической видимости в условиях дыма, тумана и снегопада в любое время суток благодаря радиолокационному и оптико-лазерному каналам наведения и управления огнем. По оценке военных специалистов, это самая мощная противотанковая система в мире. Крупнокалиберная управляемая ракета «Хризантемы» летит к цели со сверхзвуковой скоростью и пробивает насквозь любой танк в мире. Это проверено на полигонах. Выставка показала, что российские боевые модули очень хорошо адаптируются с колесными и гусеничными шасси иностранного производства. Подтверждение тому разрекламированы финский тяжелый бронетранспортер «Патрия» и перспективная эмиратская боевая машина «Энигма», которые демонстрировались с российскими боевыми модулями «Бахча». Кстати, на «Энигму» в дальнейшем планируют устанавливать российскую 57-мм пушку АУ-220М. Для наследного шейха Абудаби была устроена специальная презентация российского вооружения. Наш боевой модуль демонстрировался в павильоне хозяев выставки рядом с немецкой 35-мм установкой «Эрликон Скайрандер». Эмиратские военные планировали устанавливать на свои машины как один модуль, так и другой, в зависимости от боевой необходимости. Но по информации от производителей, по совокупности характеристик, русская пушка показалась арабам более интересной. В области стрелкового оружия также не обошлось без российской премьеры. НПО «Высокоточные комплексы» впервые показала зарубежным специалистам двусредный автомат АДС. Благодаря своим уникальным тактико-техническим характеристикам, АДС стал первым в мировой практике автоматом, способным одинаково эффективно вести огонь как в воде, так и на суше. А это оружие пехотинца, турских мастеров уже известно военным специалистам из многих стран. Ручтой противотанковый гранатометр РПГ-28 за эффективность борьбы с танками и другой бронированной техникой еще называют пушкой на плече или убийцей танков. Граната РПГ-28 способна пробивать гомогенную броню толщиной 900 мм, а значит может успешно поражать любой из танков, которые на данный момент стоят на вооружении ведущих мировых держав. Концерт Калашников продолжает приятно удивлять потенциальных партнеров. Крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и высокоточного оружия осваивает не только новые рынки сбыта, но и новые сферы оборонной промышленности. Это вариант АК-100 серии, как говорят военные, в полном обвесе. В таком виде его можно классифицировать как полноценный тактический круглосуточный огневой комплекс. Он оснащен прикладом изменяемой длины с регулировкой высотой щеки, доработанной крышкой ствольной коробки с двумя точками крепления, планкой для установки прицельных приспособлений, новой пистолетной рукояткой, тактическим фонарем и пламя-гостителем увеличенной эффективности. И самое главное, все это заводской комплект модернизации от производителя. В таком виде знаменитый автомат представлен впервые. Мы в первую очередь опирались на опыт наших специалистов, спецназовцев и тех, кто у нас сейчас работает, в том числе ветераном спецподразделений. Поэтому каждый элемент здесь, можно сказать, очень выстрадан, долго обсуждался. И в итоге он обеспечит определенный баланс. С одной стороны, это очень легкие элементы, нет лишнего веса. С другой стороны, все необходимое здесь можно закрепить. То есть мы опирались на то, что наиболее популярно сейчас, что действительно нужно. И поэтому некоторые элементы полностью уникальны.